урок проповедь на воскресенье 21 января 2024 года тема жизнь в боге золотой текст 2 царств бог наполняет меня силой направляет на верный путь ответное чтение псалтырь возлюблю тебя господи крепость моя господь твердыни моей прибежище мою избавитель мой бог мой скала моя на него я уповаю щит мой рог спасения моего и убежище моем в тесноте моей призвал господа и к богу моему возвал и он услышал от святого чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его избавил меня от врага моего сильного от ненавидящих меня которые были сильнее меня воздал мне господь по правде моей по чистоте рук моих вознаградил меня ибо я хранил пути господни и не был нечестивым перед богом моим бог перепоясает меня силой и устрояет мне верный путь да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны перед тобой господи твердыня моя избавитель мой урок проповедь из библии псалтырь господь свет мой спасение моего кого мне бояться господь крепость жизни моей кого мне страшится если ополчится против меня полк не боится сердце моё если восстанет на меня война и тогда буду надеяться одного просил я у господа того только ищу чтобы пребывать мне в доме господнем во все дни жизни моей созерцать красоту господню и посещать святой храм его ибо он укрыл бы меня в скине и свои в день бедствия скрыл бы меня в потаенном месте селения своего вознес бы меня на скалу надейся на господом ужайся и да укрепиться сердце твое надейся на господа числа и сказал господь моисею говоря пошли от себе людей чтобы они высмотрели землю ханаанскую который я даю сынам израилевым и послал их моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю какова она и народ живущий на ней силен ли он или слаб малочислен ли он или многочислен и и высмотрев землю возвратились они через сорок дней и пошли и пришли к моисею и рассказывали ему и говорили мы ходили в землю в которой ты посылал нас в ней подлинно течет молоко и мед и вот плоды ее но народ живущий на земле той силен и города укрепленные весьма большие и сынов енакиных мы видели там и распускали худую молву о земле которую они осматривали между сынами израилевы говоря земля которые проходили мы для осмотра есть земля поедающей живущих на ней и весь народ который видели мы среди ее люди высокорослые мы видели там и исполинов сынов енакиенных от исполинского рода и мы были в глазах наших перед ними как саранча такими же мы были мы в глазах их числа иисус сын новин и халев сын и эфонин и засматривающих землю разодрали одежды свои сказали всему обществу сынов израилевых земля которые мы проходили для осмотра очень очень хороша если господь милостив к нам то ведет нас землю все и даст нам эту землю которая течет молоко и мед только против господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей ибо он достанется нам на съедение защиты у них не стало а с нами господь не бойтесь их и сказал господь моисея арону говоря да коли злому обществу сему роптать на меня сынов с израевых ропот которые они ропщут на меня я слышу не войдете в землю на которой я подъемлю руку мою клялся поселить вас кроме халева сына и и фонина иисуса сына новина второзаконие и пошел моисей говорил слова себе всем сынам израиля и сказал им мне сейчас сто двадцать лет и я больше не могу вести вас за собой господь сказал мне ты не перейдешь за иордан господь бог твой сам пойдет перед тобою он истребит народы сие от лица твоего иисус пойдет перед тобой как говорил господь будьте тверды и мужественны не страшитесь тех народов ибо господь бог ваш с вами он не изменит вам и не покинет вас моисей призвал иисуса и в присутствии всего израильского народа сказал ему будь тверд и мужествен ибо поведешь этот народ в ту землю который господь обещал дать их предкам и поможешь израильскому народу овладеть этой землей господь поведет тебя и сам будет с тобою он не оставит тебя не изменит тебе и не страшись этого и не бойся иисус новин так господь сказал иисус сегодня я начну прославлять тебя через весь народ израиля увидел это тогда люди знают что я буду с тобой как был с моисеем и сая конечно знаешь ты что мудр господь что знает он узнать не могут люди не устает и отдыха не знает господь все сотворившие самых далеких уголках земли господь жить будет вечно господь уставшим возвращает силу и люди только от него крепки и могут даже юноши устать и молодой споткнуться может но верящий в бога вновь обретает силу как орлыч и перья отрастают такие люди бегут и не слабеют идут и устали не знают первое петра а потому смиритесь под всемогущей рукой божией чтобы он возвысилась в должное время несите к нему все заботы свои бы его он печется о вас будьте благоразумны будьте бдительны враг ваш дьявол подобно льву рычащему рыщет вокруг ища кого бы пожрать противтесь ему будьте тверды вере ибо вы знаете что через такие же страдания проходят ваши братья и сестры по всему миру но бог источник всей благости призвавший нас разделить с ним вечную славу во христе после того как вы пострадали короткое время сам укрепит вас и восстановит вашу силу и стойкость иса я создатель святой израиля говорит если вы вернетесь ко мне то будете спасены вы обретете силу свою если поверите в меня будьте спокойны и терпеливы из учебника целителя наукой здоровья написала целительницы и пророком мэри беккер эдди только бог есть жизнь человека не существует никакой другой силы помимо божией законы природы духовны мнимые законы приводящие к усталости и болезни это не его законы потому что закономерное и единственно возможное действие истины это создание гармонии законы природы это законы духа но смертные обычно признают законом то что скрывает могущество духа божественный разум справедливо требует от человека полного послушания всей его любви и всех его сил он не допускает приверженности чему-то либо меньшему послушание истине дает человеку власть и силу подчинение заблуждение влечет за собой утрату жизненной силы мы не можем постичь природу и качество божьего творения погружения в мелководье смертного верования мы должны изменить на 180 градусов направления наших никчемных попыток наших усилий найти жизнь и истину в материи и должны подняться над свидетельствами материальных чувств над смертным понятием о боге к бессмертному понятию о нем эти более ясные более высокие взгляды вдохновляют богоподобного человека на достижение абсолютного центра и предела его сущности единственная реальная сила моральное духовное могущество принадлежит духу который собрал ветер в пригоршне своей и это учение согласуется с наукой гармонии в науке вы не можете иметь силы противодействующей богу а физические чувства должны отказаться от своих ложных свидетельств ваше благотворное влияние зависит от веса который вы кладете на правильную чашу весов добро которое вы делаете и воплощаете дает вам достичь уникальной силы зло не является силой это пародия на силу которая быстро раскрывает свою слабость и падает чтобы никогда больше не подняться мы идем по стопам истинной любви следуя примеру нашего учителя в понимании божественной метафизики христианство это основа истинного целительства все что поддерживает человеческую мысль на уровне самоотверженной любви напрямую получает божественную силу мне было продемонстрировано что жизнь есть бог и что всемогущий дух не делится своей мощью с материей или с человеческой волей береба за истину не изнуряет нас а делает более сильными она не утомляет отдает нам отдых действительности чем точнее заблуждение будучи веро нем подражает истине и чем больше так называемая материя походит на свою сущность смертный ум тем бессильнее становится заблуждение верования самые передовые широкие взгляды навлекают на себя больше всего клеветы потому что они снимают покров заблуждения провозглашение правды требует мужества потому что чем громче голос истинный тем громче становится крик заблуждения пока его нечленораздельный глаз не смолкнет в забвении навсегда моральная стойкость это львица от колена иудина властительница мысленного царства свободно и бесстрашно бродит она по лесу невозмутимая она лежит в открытом поле или покоится на злачных пожитях у вод тихих в символической передаче божественной мысли человеческого мышления усердие готовность к стойкости уподобляется стадам на тысячи гор они идут в ногу с наивысшим предназначением и полны непреклонной решимости в человеческом обществе слишком много животной храбрости недостаточно нравственного мужества христиане должны восстать против заблуждения как свои собственные обители так и вне и и они должны бороться с грехом в самих себе и в других и продолжать эту борьбу пока не завершат свой путь если они сохранят веру то обретут венец радости полезное ободрение никогда не говорите больным что у них больше мужества чем силы напротив скажите им что их выносливость и сила соответствует их смелости если вы дадите больному ясное понимание этой великой истины то не будет реакции или переутомления или от чрезмерного возбуждения слабость и сознание вины самоошуждение чувство вины или недоверие к истине и колебания неподходящие условия для исцеления больных такие душевные состояния указывают на слабость и на силу поэтому для преподавания этой науки исцеления необходимо самому быть на правильном пути вы должны пользоваться нравственной силой разума чтобы ходить поверх волн заблуждения и подтверждать ваши заявления демонстрации исцелений если вами владеет верование в болезнь и грех или страх перед ними если зная средства избавления вы все же не прибегаете к энергиям разума на благо себе самому то вряд ли вы можете в достаточной степени использовать силу в помощь другим вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из брата из глаза брата твоего осознал что бессмертный разум всегда активен и духовные силы никогда не истощаются а так называемые материальные законы не могут ограничить силы возможности данных богом мы можем отдыхать истине укрепленной уверенности в бессмертии противоположности смертности тот кто делает больше всего добра не бывает наказан сильнее всех придерживайтесь реальности вечного существования вместо того чтобы подробно обсуждать противоречивые догадки о том что смерть наступает согласно закону жизни и что бог наказывает человека за совершаемое им добро мы не страдаем совершенствуясь в любви а становимся сильнее благодаря этому божественная сила наука разума учит что смертные не обязаны утомляться делая добро она избавляет нас от нашей усталости когда мы служим добру помогая другим на службе у нашего создателя мы не обеднеем и отказав в помощи не станем богаче наша сила пропорционально нашего понимания истины и она не становится меньше когда мы выражаем и применяем истину чашка кофе или чая несравнима с истиной не для вдохновленной проповеди нелепо поддержания физических сил ощутим же божественную энергию духа приводящую нас к обновленной жизни не признающий никакую смертную или материальную силу якобы способную разрушать возрадуемся тому что мы подчинены божественной высшей власти такова подлинная наука бытия аминь аминь и аминь подпишитесь на наш канал чтобы не пропускать новые видео для этого нажмите на кнопку подписаться под этим видео после того как вы нажали подписаться нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту выберите получать все уведомления и нажмите кнопку сохранить спасибо за поддержку